Таких, как я, ты еще не встречал. Прекращай свой бизнес. Уже не смешно прокадыровать, ты уже затер до дыр эту тему. Я старше тебя в два раза, ты не хочешь правду знать. Тебе интересно уши заливать, как в свое время у Дугов делал. Но он молодец, он четко знал, что это для них был бизнес, поэтому он с долларами. Посол России в Турции, он об этом говорит так, как будто бы это вот как сегодня бывают всякие трудовые мигранты, экономические беженцы, которые едут куда-то в страны Европы за лучшей жизнью. Чеченцы и ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары в 44-43 годах тоже, наверное, так добровольно переселились в Казахстан, в степи, в сибирские степи. Просто тоже мигранты, делать нечего. Встали в один день утром, чеченцы с ингушами 23 февраля утром, ни с того ни сего встали, сели в товарные вагоны и уехали. Помните, вы осуждали вагнеровцев, которые сирийца сожгли? Друг вашего пророка Али сжигал еще более жестоко, то есть живьем. Осудите его, как и вагнеровца, если справедливость в исламе только в одни ворота. Вот эти вот товарищи, опровергатели наши религиозные, мне интересно, а успех какой-нибудь имеет эта ваша деятельность? Вы кого-нибудь как бы с этого пути сбили, с пути ислама? Люди почитали ваш комментарий и сказали, вау, все, я прозрел. Все, больше я не буду мусульманином. Вот было интересно такое. Хазир, почему твой хваленный герой Ичкерии Басаев, заведомо понимая, что до долгожданной свободы, согласно договору Хасавюрт, Москва оставался один месяц, пошел на Дагестан и специально спровоцировал вторую чеченскую кампанию? Напиши, ты хотел сказать, наверное, себе на лбу ответ, потому что он был предателем и провокатором, говорит Хазир. Да, наверное, Хазир. От того, что он был провокатором и предателем, он, наверное, погиб, сражаясь с этим самым врагом, который не давал нам эту свободу, который уже четыре столетия с нами воюет. От того, что он был предателем, он, наверное, с ним сражался и погиб в сражении с этим врагом. Интересно, а кому он нас предал? Кто был? На чьей стороне он был, по твоей логике, интересно? Кому же он нас предал, если он с врагом нашим сражался вместе с нашим же президентом? Я сейчас не оправдываю его ошибки, я не оправдываю Дагестан. Это безусловно ошибка и Дагестан, и Норд-Ост, и тем более Беслан. Это преступные ошибки. Конечно, этого делать нельзя было. Ни в коем случае не оправдываем. Но называть его предателем, если и он предатель, тогда предателями были все, и Джохар, и Масхадов, и все остальные тоже были предателями. Они тоже все погибли в боях с этим врагом. Не нужно подменять понятия. Предатель это вот Кадыров старший, его сын, вот они предатели. Это классический пример предательства, когда ты оставляешь своих товарищей на этой стороне баррикад, переходишь на сторону недругов, своих врагов, и потом вместе с ними сражаешься против своих вчерашних товарищей. Вот это вот классический пример предательства. То, что сделал Басаев, это пример грубейших ошибок, из которых нужно, ну их нужно проанализировать, нужно получить пользу от этого. Ни в коем случае нельзя повторять такие ошибки, безусловно. Но называйте это предательством. Так вот, Томсо, когда ты пешком под стол ходил, один своим предательством, Басаев еще тысяч сто людей отправил к Всевышнему, а второй предатель, о котором ты говоришь, неустанно своим предательством Ахмад Кадыров, наоборот, спас или предотвратил убийство своего народа в твоем числе и твою жизнь, говорит Хазир. Ну, хвала Аллаху, что я ничем ему не обязан, этому второму, как ты говоришь, предателю. Моя жизнь, моя жизнь даже косвенно никак с ним не была никогда связана. И когда ты говоришь, что он кого-то спас, мне интересно, как он спас? Это Ахазира Ижиева спас, которого подчиненные его сына запытали до смерти. Это его он спас, его детей он спас, оставив их сиротами. Кого, может быть, он Турпола Исраилова спас, которого в Гудермесском РОВД, вот эти вот верные служители пути этого предателя Ахмада Кадырова убили, запытав его. Его он спас, его детей он спас, оставив их сиротами. Кого? 27 человек убитых во втором полку имени вот этого самого предателя Ахмада Кадырова. Их он спас, их детей, их родственников. Кого он спас, мне интересно. Это по сегодняшний день он продолжает как бы спасать нас вот такими методами. Когда сотни тысяч людей эмигрировали, бежали не от войны, заметь. От войны из тех людей, что здесь находятся в европейских и других странах, из них процентов, наверное, ну 30, может быть, даже меньше, наверное, 20, это те, кто бежали от войны тогда, в начале двухтысячных. Остальная вся львиная доля этих людей, они все бежали от него, от его пути, от его сына, от его соратников, последователей. Все от них бежали и бегут по сегодняшний день. Ничего так это спасение народа, я тебе скажу. А Басаева, о котором ты говоришь как о каком-то душегубе, да ему и не снилось, наверное, то, что сделал Ахмад Кадыров. Ему никогда, наверное, не снилось. Тумсо, ты всегда, когда отвечаешь на чьи-то вопросы, говоришь мы-мы. Кто такие мы? Это твои иллюзии про Ичкерию и так далее. Я бы тебе дал бы информацию, после которой ты диаметрально поменял бы свои взгляды на героев Ичкерии, о которых ты поешь дифирамбы. Они не погибли, их отстреляли как собак, говорит. Когда я говорю мы, я, конечно же, иногда это просто обороты речи, так говорят, принято так говорить. Иногда я имею в виду себя и людей, разделяющих мою точку зрения, мои взгляды. Иногда есть. Ну, все зависит от контекста, о ком мы говорим. Если мы говорим о мусульманах, я имею в виду всех мусульман, говоря мы. Когда мы говорим о чеченцах, я имею в виду чеченцев, говоря мы. Все зависит от контекста. А взгляды мои поменять у тебя не получится никакими своими дифирамбами, своими рассказами. Ты знаешь, сколько я за свои 34 года видел таких, как ты, и всяких рассказов услышал. Ты не сможешь их поменять, потому что я человек, проживший это время, видевший этих героев, этих людей. Я их современник. Так что у тебя не получится. Оставь эту бредовую затею. Воспитывай своих детей так, как ты считаешь нужным. Давай им свою прошивку. Но меня оставь. Таких, как я, ты еще не встречал. Прекращай свой бизнес. Уже не смешно прокадыровать. Ты уже затер до дыр эту тему. Я старше тебя в два раза. Ты не хочешь правду знать. Тебе интересно уши заливать, как в свое время у дугов делал. Но он молодец. Он четко знал, что это для них был бизнес. Поэтому он с долларами. Таких, как ты, я немало видел, Хазир. Хоть ты старше меня в два раза. Но я вас видел немало. Поэтому ты как-то слишком переоцениваешь свои возможности, мне кажется. Если ты думаешь, что ты можешь, поговорив со мной, меня переубедить. Черкес Кабардинский. Саламу алейкум. Араматулла Баракату. Брат мой. Да придет правда изгинет ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Желаю терпения братскому чеченскому народу. Держитесь, братья Аллах, с нами. А тебе, Тумсу, скорейшего возвращения на родину. И дохранить тебя и твоих родных Всевышний Аллах. Аминь. Кстати говоря, по поводу черкесов, прочитал сегодня новость о том, что посол России в Турции сделал заявление, просто какое-то кощунственное заявление. Вот посол России в Анкаре Алексей Ерхов исказил историю словами о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны. То есть, представляете, вот это вот переселение, по сути, это был геноцид черкесского народа. Это был геноцид. Это вообще огромная история. Даже название вот этих населенных пунктов, сегодняшняя знаменитая Красная Поляна. Это место, где проводились сочинские вот эти игры, Олимпийские игры зимние, в 2014 году. Красная Поляна, даже названа Красной Поляной из-за того, что она была заполнена кровью в свое время, в тот период, черкесской кровью. И убегая от этого геноцида, люди тогда перемещались. И этот посол России в Турции, он об этом говорит так, как будто бы это вот как сегодня бывают всякие там трудовые мигранты, экономические беженцы, которые едут куда-то там в страны Европы за лучшей жизнью. Как будто бы вот так вот просто, знаете, за лучшей жизнью тогда черкесы переехали в Турцию. Примерно вот такое заявление он сделал. И на это отреагировала, значит, черкесская общественность. 13 февраля слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова о криминальном образе жизни черкесов и их добровольном переселении с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны вызвали возмущение Федерации Кавказских Ассоциаций Турции и Федерации Черкесских Ассоциаций. Короче, это такой хороший объемный материал, на Кавказском узле можете почитать об этом. Российский посол, в принципе, как обычно, решил исказить историю в выгодном для себя свете. Чеченцы и ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары в 44-43 годах тоже, наверное, так добровольно переселились в Казахстан, в степи, в сибирские степи. Просто тоже мигранты, делать нечего. Встали в один день утром, чеченцы с ингушами 23 февраля утром, ни с того ни с сего встали. А не поехать бы нам в Казахстан на трудовую миграцию в поисках лучшей жизни. А давайте поедем. Всем народом вышли, отправились на ЖД-вокзал, сели в товарные вагоны и уехали. Вот так, наверное, по мнению многих российских политических деятелей это происходило. Бесстыжие просто, настолько бесстыжие люди. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»